За тонированными стеклами авто водители пытаются скрыться от посторонних взглядов. Но по иронии, лишь еще больше привлекают к себе внимание госавтоинспекторов. В последнее время сотрудники ГИБДД все чаще проводят рейды по тонировке. Как объясняют дорожные полицейские, их основная цель не нарушить красоту автомобиля, а обеспечить безопасность участников дорожного движения. Тонирование стекол ограничивает видимость, особенно в ночное и вечернее время, во время дождя, осадков. И поэтому это может быть небезопасно. Водитель теряет определенные ориентиры. И поэтому может произойти дорожные транспортные происшествия. Требования ГОСТа к любителям темной пленки изменились меньше года назад. Теперь светопропускная способность передних стекол не должна быть менее 70%. За то, что водитель наносит на передние стекла тонировку, за это у нас предусмотрен штраф в размере 500 рублей и снятие государственных регистрационных знаков до устранения причины данного правонарушения. Водитель может устранить тонировку на месте, но штраф все равно ему будет выписан. Многие автолюбители на предложение инспекторов измерить прозрачность стекла реагируют спокойно. Ведь с ГОСТом не поспоришь. Причина для остановки это нарушение вами правил эксплуатации транспортного средства, то есть нанесение дополнительных покрытий на передние боковые стекла, что запрещено требованием пункта 7.4 основных положений по допуску тайской эксплуатации. Пожалуйста, ваше водительское удостоверение и документ на машину. Хорошо. Сколько времени возможно, дайте, чтобы я сейчас прям все это снял, прямо на месте. Да не вопрос, снимите, да. Невооруженным взглядом видно, что пленка намного темнее допустимого стандарта. И прибор БЛИК это подтверждает. Из лишних слов автовладелец устраняет нарушение. А это автоледи увидеть инспекторов, да еще и в компании телекамеры, видимо, не ожидала. В общем, нормальный, а? Нормальный? Да. Успокойтесь, товарищ водитель. Вы свои эмоции, пожалуйста, оставьте дома, на кухне где-нибудь. А почему вы других где-нибудь снимаете, снимайте меня? А как же не снимали? Вон сидит водитель, я его снимал тоже. Вон снимали. А вот снимали не вы, а вот этот придурок снимал. Оставьте, товарищ водитель, оставьте свои эмоции, знаете... Я не знаю, меня вообще. Помимо тонировки у преемницы блондинки с пистолетом обнаружились восемь неоплаченных штрафов в ГАИ. Спустя полчаса после многочисленных звонков на подмогу к девушке пришел ее приятель. Вы доводите человека просто, ну, я не знаю, нельзя по-человечески что-либо подойти и вот без всяких херенов? Ну, если просто, ну, я знаете, знаете, если вы просто оставили человека, который не может ответить вам по-человечески, ничего не значит, понятно? Да? Да. Вот, ну, я просто, ну, уверен, что будет на ее месте кто-то другой. А я из потока, я из потока должен выделять людей, кто умеет за себя постоять. После долгих пререканий с инспектором автоледи и ее рыцарь выбрали, по их мнению, меньший из двух зол. Лишится регистрационных номеров. Однако без них автовладелец может ездить лишь сутки. Именно такой срок установило законодательство, чтобы избавиться от пленки. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.